Библейский портал экзегет.ру представляет Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, так как бы от себя, но способность наша от Бога. Такими словами начинает апостол Павел. И как бы в некой мере упрекает Коринфин, говорит о том, что неужели нам нужно какое-то письмо, удостоверяющее мою личность как апостола. Мы помним с вами, что апостол Павел сам был основателем этой коринфской общины. Также он говорит и о тех, которые пребывали в этой общине. Говорит, и вам не нужны никакие письменные доказательства того, что вы принадлежите Христу. И потом говорит, почему это так? Потому что закон Христов, Духом Святым, написан не как прежде, когда был дан Моисею на горе Синай, а написан теперь у вас в сердцах ваших. Так пишет по этому поводу следующее свидетель Леон Златоуст. Цитата. Если бы нам нужно было рекомендовать себя, мы бы поставили вас на середину вместо рекомендательного письма. Конец цитаты. Есть еще интересное замечание по этому поводу. У святителя Амбросия Медиаланского он пишет следующее цитата. «Мы не читаем в заповеди Божии, словно записанные чернилами на каменных скрижалях, но они написаны в сердца наши духом Бога Живого. Посему в наших собственных мыслях мы формулируем закон». Конец цитаты. Очень важно, потому что как это понять, что в наших сердцах записан закон? Понятно, когда он записан здесь, мы с вами читаем Священное Писание, записан на бумаге, а как это в сердцах? И вот Амбросий Медиаланский это поясняет. Он говорит, посему в наших собственных мыслях мы формулируем закон. О чем мы когда-то с вами говорили. То есть покаяние — это не просто, когда человек приходит и как-то исповедует свои нехорошие нравственные поступки или помыслы. Покаяние — это еще и формирование целостного мировоззрения в своих мыслях, в своих чувствах, и желательно по молитве «Отче наш», как сказано, «Вера без дел мертва» и «в своей воле». То есть да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Поэтому здесь Амбросий Медиаланский так это и подтверждает, что для того, чтобы правильными были наши дела, наши намерения, чтобы они действительно были добрыми и соделанными во Христе, потому что все, что вне Христа, не есть добро, как говорит об этом Симеон Новобогослов, да, святой, так говорит об этом, что добро, которое не сделано добрым образом, не есть добро. Поэтому всякое добро сделано без покаяния, без осмысления этого добра. В законе Божьем не есть добро. И в этом смысле, что значит «духом святым» написано не на скрижалях, а, как пишет здесь святитель Амбросий Медиаланский, «они вписаны в сердца наши духом Бога Живого, посему в наших собственных мыслях мы формулируем закон». То есть строим такое целостное мировоззрение. А откуда оно черпается? И Священного Писания, и Отцов Церкви. И мы читаем далее, как и говорит об этом апостол, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Что означают эти слова? Буква убивает, дух животворит, что не нужно никакой буквы, и она опасна. На самом деле это не совсем так. По этому поводу Блажен Августин пишет следующая цитата. «Мы пытаемся соблюдать его заповеди, и в силу слабости нашей изнеможденные падаем под законом, а также быть благодарны тому, кто помогает нам, когда нам удается совершить какое-либо доброе дело». А вот что по этому поводу пишет тот же святитель Амбросий Медиаланский. «Верно говорит Павел, что буква убивает, а дух животворит. Ведь буква обрезает не полную часть тела, а понимающий дух обеспечивает обрезание всей души и всего тела. Дабы лишившись ненужного, а что еще так не нужно, как греховная алчность и вожделение, которое не природа дала, а произвел грех, и поста держаться, и умеренность возлюбить. «Телесное обрезание — это знак, обрезание же духовное — истина. Первое отнимает часть тела, второе отнимает грех». Конец цитаты. Такое дает истолкование. Есть еще несколько, вот, пожалуй, да, «Блаженный Августин». Вот это истолкование, оно здесь более так четко дает это разграничение. Смотрите, как он пишет, цитата. «Пусть дух соединяется с законом, ибо если ты принял закон, то помощи духа не имеешь, ты не исполняешь того, что в законе, ты не исполняешь того, что тебе повелевается. Пусть присоединится дух, пусть он помогает, так исполнится то, что требуется». И вот смотрите, если же дух отсутствует, то буква убивает тебя. Незнание не извиняет тебя, потому что ты принял закон. Теперь, узнав, что ты должен делать, незнание не прощает тебя. Почему же апостол говорит, буква убивает, а дух животворит? Каким образом дух дает жизнь? И вот, внимание, он делает возможным исполнение буквы так, чтобы она не убивала. «Святы те, кто исполняют закон Божий даром Божиим. Но закон может повелевать, он не может помогать. Дух же приходит как помощник, и тогда заповедь Божия исполняется с радостью и удовольствием. Конечно, многие соблюдают законы страха, и те, кто держатся законы страха наказания, предпочли бы, чтобы того, чего они боятся, не было. Соблюдающий закон из любви к праведности, радуются и тогда, потому что закон им не враждебен». Конец цитаты. Видите, как пишет блаженный Ангустин, он говорит, буква убивает, дух животворит. Когда? Когда она читается, но не исполняется. То есть ты знаешь, но не исполняешь. А когда дух животворит, когда ты знаешь и просишь Духа Божия, чтобы Господь помог тебе исполнить заповедь Божию. Сам не можешь, когда прибегаешь к церкви, где в благодати Господь помогает исполнить заповедь Божию. Очень интересно это истолкование нескольких отцов. И далее мы читаем. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, то сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его приходящей. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждений славно, то чем паче изобилует славное служение оправдания, то прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Такое рассуждение дается апостолам Павлом по поводу покрывала благодати Божией, которая снимается с глаз, как завеса для того, чтобы правильно понимать тексты Ветхого Завета. Как об этом апостол Павел пишет в послании к евреям в первой главе, в первом стихе. Он пишет, Бог многократно и многообразно являл себя в пророках. Итак, он пишет, имеет, в 12 стих, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. С великим дерзновением. Там Русим Диоланский поясняет, что здесь говорит апостол Павел. Цитата. «Мы же верим в то, что сами воистину увидим не славу Моисееву, которая занимает более низкую ступень, но прекрасную славу Спасителя, иудеи же не заслужили и славу раба его увидеть, а нам предстоит узреть Господа всеобщую славу. Поэтому мы должны вернуть, насколько можем, благословение Бога, дабы стать более достойными того, кто дал нам веру, отвращая нас от грехов для созерцания славы Бога. И теперь дело за тем, чтобы возросла в нас вера, добрыми делами воспитанная. Ибо, говорит, сколько узрим, насколько мы верим. То есть по вере ваше да будет вам». Конец цитаты. О ком свете здесь говорит и апостол Павел, и свидетель Амур-Семдиоланский? Тот свет, который был тогда, и не могли взирать на Моисея, это свет, говорит, занимает низкую ступень, но прекрасную славу Спасителя. Речь идет о свете Фаворском, который мы знаем из Нового Завета. Мы помним, когда Господь взял с собой учеников и преобразился перед ними. И практика, истихасская практика, известная афонская практика, например, свидетель Григорий Палама, говорил о возможности человекам восприятия и видения этого нетварного света. Мы помним, какая там полимика тогда развязалась по этому поводу. Был такой Варлаам Калабрийский. Он был достаточно хорошим оратором, но вся проблема была в том, что он был человеком западной школы и мыслил юридически и рационально. И не мог он принять то, о чем учила практика в Восточной Церкви. Это было, на самом деле, ничего здесь нового не было придумано. Это была старая практика. Просто свидетель Григорий Палама из своего опыта жизни, находясь под руководством с, в общем-то, молодых лет опытных людей, молитвенников, исихастов, молчальников, которые всю жизнь своей придавали молитве, они говорили о том, что есть возможность восприятия и видения света Фаворского, нетварной, божественной энергии. И вот там разгорелся даже целый спор по этому вопросу. И тогда был назначен диспут. Вот в цивилизованном мире все решается не так, как там из-под тяжка или где-то один сказал про другого, что там не то. Всегда раньше садились в те древние времена, это было правильно. Собирался собор и решали тот или иной недоуменный вопрос. А не так, что одни пришли, они думают так, более либерального склада ума, и все. И теперь все должны думать так. А другие-то им, другим словом не дают. Сели, открыли книги и посмотрели, по каким вопросам есть расхождение. И вот тогда, в 1341 году, если память не изменяет, да, в 1340-41 год в Софийском соборе, да, в Византии был этот диспут. И Варлам Калабрийский он его проиграл. Восторжествовала истина и было закрепено учение о нетварных божественных энергиях, которые легли впоследствии произведения святителя Григория Паламы о возможности зрения света нетварных божественных энергий. Поэтому здесь апостол Павел как раз говорит об этом, что мы узрим эту славу. Сейчас, как он говорит в другом послании, мы видим это как бы сквозь тусклое стекло гадательно. А тогда в Царстве Божьем мы все узрим Бога в Его славе, так, как Он есть. Поэтому апостол Павел здесь так и пишет в 17 стихе «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Действительно, настоящая свобода может быть только в Боге. Почему? Ну, даже по простой такой вот причине, обычной человеческой, когда человек верит в Бога, он верит, что эта жизнь не заканчивается, что есть продолжение этой жизни. Он не верит, что умер и на этом все закончилось. Под солнцем действительно все закончится в этом мире, но будет продолжение его жизни. Поэтому, где больше простора, где больше свобода мысли, конечно, там, где есть продолжение, а не там, где есть ограничение. И в этом смысле апостол Павел так и пишет. Где Дух Господень, там свобода, истинная свобода, о которой сегодня очень много говорят, но говорят, что свобода, она удовлетворение своих страстей, но на самом деле это не свобода далеко, потому что такая свобода ограничивает человека. Некоторые говорят, ну как, очень просто, человек думает, что я могу пить спиртного, сколько я хочу, и начинает пить. Ограничена его свобода? Да, потому что на следующий день он собрался куда-то пойти, но уже не может. А почему? Потому что известная причина, да, у него похмельный синдром, ограничилась его свобода? Все просто, да. Когда-то пришел в школу и говорил о вреде чрезмерного винопития и по возрасту, когда это еще не положено, и курение, и говорил о том, что где Дух Господень, там свобода. Ко мне подошел молодой человек и сказал, ну а разве вы свободны? Вот я могу, хочу пью, хочу курю, а вы не можете ни пить, ни курить. Я ему ответил, что я могу и то, и другое, но я этого не хочу, под своей свободой я сделал выбор. А вы выпиваете? Он говорит, ну в общем уже да. Вы бросить можете? Говорит, ну не хочу, уже не очень не могу. А курите? Да. А можете прям завтра не курить? Нет, это уже привычка, надо бросать. Поэтому кто свободен? Я или ты? Итак, апостол завершает эту главу следующим стихом и говорит о том, что мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, и преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот о чем вся эта глава, где апостол призывает нас к этому божественному свету. То, в чем, в общем-то, и есть весь смысл христианской жизни, это обожение. То, и для чего был сотворен человек, как мы помним в Бытие 1.26, сотворим человека по образу и подобию. Вот это состояние, к которому призван каждый человек обрести это подобие Богу. А Бог есть любовь, подобие Богу. Поэтому уподобиться Богу обожение, смысл христианской жизни, то, о чем и говорил наш русский старец, преподобный Серафим Саровский. Стяжи Дух Свят. Сейачка, на وجь, и ремонт, 洲 обоим. Все Продолжение следует...